Приветствую, друзья, на канале Рецепты в гостях у Вани. А сегодня я хочу поделиться, как я готовлю вкусный греческий салат с потрясающей заправкой. Я возьму овощи различного цвета, огурец, перец, красный лук, помидоры черри, а также оливки каламата. Это довольно интересный и вкусный сорт маслин, который засаливают вином, уксусом, солью и чаще всего без добавления консервантов. Яркие по вкусу есть косточка, которую нужно убрать перед тем, как готовить салат. Если они мягкие и созревшие, это делается довольно просто. Просто разрезаем на две половины вдоль кости и вот так вот разделяю, а косточку вынимаем вот так. Я подготовил примерно 1 третью стакана, это будет достаточно для рецепта. Я беру сыр фета 140 граммов, можно использовать и брынзу, и нарезаю маленькими кубиками, чтобы было удобнее есть. Вот такой размер мне подойдет. Всегда, когда вы используете сыр в любом рецепте, рекомендую проверять его на вкус, чтобы был не сильно соленый. Таким образом можно корректировать количество соли в рецепте. Настало время подготавливаться к лету, нужно есть побольше салатов. Овощи я все нарезаю практически одинакового размера, чтобы было удобнее есть и чтобы была красивая презентация. Некрупно. Так как это салат, количество продуктов может отличаться. Регулируйте по своему вкусу. Любите красный перец, добавьте больше красного. Любите зеленый, добавьте зеленого. Главное, побольше цветов и ярких красок, чтобы было все аппетитно и полезно. Чем мне нравится этот салат? Потому что он без майонеза. Заправка действительно вкусная, ароматная. Главное, полезная. Для этого рецепта я использую помидоры черри, потому что это одни из самых вкусных помидоров, которые у нас можно найти. Если у вас есть помидоры другого сорта, используйте, чтобы они были яркие по вкусу. Перекладываю все ингредиенты в миску и приготовлю потрясающую быструю заправку без майонеза. Для заправки я возьму душистое оливковое масло, 3 столовые ложки. Столовая ложка объемом 15 миллилитров. И пол столовой ложки винного уксуса. Если вы вдруг найдете свежий орегано, добавьте свежий. Я использую сушеный, 1 чайная ложка с горкой. Свежемолотый черный перец. Куда же без перца в салат? Щепотка крупной соли по вкусу и все тщательно перемешиваю. Не нужно добиваться полного растворения соли в масле. Это сделать очень сложно. Главное, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. Вот какая получается заправка по консистенции. И сейчас я добавляю на овощи. Обратите внимание, сыр фету и оливки я еще не добавлял. Потому что сыр фета и маслины коломата довольно нежные по текстуре. И я не хочу их нарушить. Этой заправки будет вполне достаточно для этих пропорций. Но все сразу не добавляйте. Делайте по своему вкусу. Как увидите, что достаточно, значит оставьте заправку на следующий салат. Последний ингредиент, который я добавляю, это сыр фета. Аккуратненько все перемешиваю и выкладываю на сервировочную тарелку. Приготовьте греческий салат с этой потрясающей и очень простой и вкусной заправкой. Настоящий вкусный греческий салат готов, как в ресторане, в гостях у Вани. Еще маленький секрет. Я оставил пол столовой ложки заправки для салата, который я добавляю сверху, чтобы было еще аппетитнее. Посмотрите, какой нарядный праздничный салат я приготовил. Подойдет на любой повод, на обед, на ужин, на повседневный стол. Это действительно вкусно и полезно. Попробуйте приготовить салат с этой заправкой. И я уверен, вам понравится, вы будете готовить каждый день. Настоящий летний, весенний, повседневный вкусный салат. Дорогие мои друзья, почаще заходите на канал Рецепты в гостях у Вани. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я читаю все комментарии и рад, когда вы задаете мне вопросы. Я очень рад, что вы нашли этот канал. У меня есть любые рецепты на любой вкус. Друзья, до скорых встреч. Пока!